Девочка с заболеванием, терапия которого дает нагрузку на легкие, вынуждена жить в стенах с плесенью. В многоквартирных домах поселка Октябрьский Машковского района периодически отключают отопление. В результате комнаты превращаются в холодные сырые казематы. Среди них и детская 11-летняя Аня. Знают ли коммунальщики о проблеме и собираются ли что-то предпринимать, выяснил Александр Сульдин. Начинается с окна. Вот здесь вот обои. Это комната Ани. Аквариум, детские поделки, и спальня, и творческая студия, и учебный класс. В школу ходить нельзя. Учителя приходят сюда. Девочка болеет. Терапия с нагрузкой на легкие. Однако дома дышать трудно не только из-за диагноза. На мокрых и холодных стенах – плесень. Практически каждую неделю приходится подмывать все, обрабатывать. Естественно, это азелитом обрабатывают, чтобы смыть плесень. В комнате как в бане. Батареи потеплели только позавчера. Воздух нагрелся, и влага со стен начала испаряться. Хозяйка квартиры – Марина Генералова. Супруг в рейсе. Водитель – дальнобойщик. Квартиру купили год назад в ипотеку. Этой зимой отопление начало пропадать периодически. Недавно без тепла сидели больше суток. 15 градусов температура, и вот эта сырость, вся влажность, тут вообще был просто ужас. Последнее отключение у нас было электроэнергии 10 числа. С 10 утра до 5 вечера. Не было воды, не было света и не было тепла. Валентина Носкова прописана в доме номер 7 на улице Строительная. По ее словам, астму здесь и нажила. В 2019 году в прокуратуру писали, и нам пришел ответ в связи с выявлением, нарушением закона главы Барлавского сельского совета Машковского района Новосибирской области. Внесено представление об устранении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере. С тех пор стены также мокнут, а жители также мерзнут. За отопление платят по 2000 рублей в месяц с квартиры. Такая проблема не только в седьмом доме, но и во всем том ряде многоквартирников, особенно в крайних из них. Домам по 60 лет, соответственно и сетям внутренних столько же. Такого же преклонного возраста и магистральные теплотрассы. Проблему обсудили с директором районного коммунального предприятия. Юрий Максимов признал, аварии были, за дни без тепла, а сделают перерасчет. Холод в квартирах не только из-за ветких теплотрасс. Состояние сетей в домах тоже причина. В этом году у нас здесь запланирован обширный, скажем так, спектр работ. Мы будем полностью менять тепловую сеть, центральную по поселку, да, с ответвлениями, заменой запорной арматуры. А с сетями внутри домов жителям предлагают разобраться самим. Либо решать этот вопрос управляющей компанией, либо отказываться от нее и менять форму управления домами. Искать средства и специалистов, чтобы привести в порядок трубы и стены. Александр Сульдин, Александр Ведерников, Новости ОТС.